Всем привет! Простите за видео. Благодаря вашему регулярному буллингу в комментах я записался в зал. Доказательств этому нет, но есть скриншот переписки. А откуда, по-вашему, у меня мог бы быть такой скриншот, если бы я не ходил в зал? Не спешите за меня радоваться. Уже на второй тренировке я потянул оба предплечья, и теперь я нахожусь в режиме тираннозавра. Я не могу руки согнуть, разогнуть, они у меня четко под 90 градусов. Поэтому вот до чего доводит буллинг в интернете. Э, отойди от окна, че ты? И веревку шеи сними. Че начинается-то? Ладно, я вас не виню, я сам уж давно хотел пойти. Проблема в том, что я не смогу больше использовать техники боя из прошлого ролика, чтобы защитить нас с Салли в темном переулке. Потому что я буду двигаться только так. Поэтому защитником у нас официально становится она. Я решил посмотреть, чему может ее научить интернет, чтобы она могла отбить меня у хулиганок на улице. И понял, мы с ней обречены. Главным кладезем по женской самообороне всегда были телевизионные сюжеты. Вообще женская самооборона это прям отдельная категория в этой сфере. Есть куча сюжетов про женскую самооборону. Про общую самооборону, не говоря уж про чисто мужскую самооборону. Я таких вообще не видел. И что ждет тех нелепых мужчин, которые пытаются насильно понравиться женщине? Убийцевский маньяк. Да-да, это программа для тебя и твоих коллег. Ничего себе, у вас там таргетированная аудитория. Итак, первое очень опасное место это улица. Любой темный пустынный переулок. Вот, например, это детская площадка. Вот этот переулок, детская площадка. Шириной в два футбольных поля и просматриваемостью на 360. Либо она так быстро с ним расправилась, либо у нападающего просто случился приступ. Мы такие случаи тоже рассматриваем. Вот это обычные ключи, рабочие, от квартиры. А вот это у меня связка боевые ключи называется. На них есть три колечка. То есть, для нее это так, связочка ключей от маньяков. Но при этом сейчас кто-то ведь домой не может из-за этого попасть. Нажимаем ключики между пальчиков, вот так вот. И у нас получается отличное оружие против всех алкашей. Так, вот этот ключик вот сюда. Этот ключик вот сюда. Этот вот сюда. Сейчас, подожди, вот этот ключик вот сюда. Все. Все, я готова, давай. Подходи. Выглядит, допустим, это действительно изящно и красиво. Но в реальной жизни. Вот как бы вот я хватаю тебя за руку. Что-то будет делать. Да, а я беру эти ключики, засовываю в нос, в рот и так далее. Вот так вот. В нос, в рот засовываю. И вот твоему сердечку открываю замок этим ключом. И ты уже не хочешь на меня нападать. Мы уже друзья. А что-нибудь попроще? Так сказать, еще попроще. Чел, куда ты упрощаешь? Ну, что тебе проще, да проще? Ну, я не знаю. Подними камень. Давай совсем эволюционировать перестанем, а? Сейчас такая погода, что у каждой девушки есть в сумке обычный зонтик. Я думал, будет какой-то такой длинный зонт с острием до конца. Ну, как я буду сумочки носить? Ну, серьезно, че, ты вообще тупой, что ли? Тебя кто нанял-то, а? Ты можешь хоть пытаться поумнее вопросу задавать? Он же сумочку насквозь протыкать будет. Да, можно ударить обычно в кадык, да, парк, и ударить вот это щитно пошлее. Ну, и добить чем-нибудь там еще цвет. Такая, ну, знаете, фантазерка. Все на ходу придумывает, а можно еще потом вот так, а можно потом вот так взять песок с детской пластерки, вот так, в глаза ему дунуть вот так можно. Плюнуть ему в глаза, чтобы песок в глину превратился, застыл, и он не мог открыть глаза. Но она забыла самый главный прием. Зонтик это как минимум компактная шпага. Или бита. А если вы богатый человек, у вас зонтик с кнопкой, то это получается еще и однозарядный пистолет. Сворачивание ушек. Вот таким очень замечательным движением. Ой, оу, оу. Да, после этого мы можем отпустить нос. Ай, не надо. Глазки, надавить в глазные яблоки. Взять и сломать нос, рассунуть пачек в глину и опять крашить, добиться. Понял. Слушайте, ну, как бы я понимаю самозащита, но вы так себе на уголовку назащищаетесь. Это сейчас было по-настоящему жестоко и неожиданно. Я начинаю немного сомневаться, что вы специалист. Конечно, Ансадра, что ты хочешь. Мы же дедушки, мы существа слабые. Нам надо по максимуму нанести максимальный вред и убежать. Да, звучит как моя бывшая. Вариант первый. Брошенный в сторону врага предмет вызывает инстинктивный хватательный рефлекс. Вы вышли из его поля зрения, значит можно воспользоваться этим и убежать. Противник в виде хитмана продолжает не выкупать. Вариант второй. Эротическое поведение, поправление чулок, задирание юбки, прикосновение к лямкам лифчика притягивает внимание любого мужчины, даже если у него и в мыслях не было интересоваться вами с сексуальной точки зрения. Даже если он не хотел вами сексуально интересоваться. Отдавайте, пожалуйста, сумку, только молчь успокоить. Что вы делаете? Что это за срам? Ну, фу, ну прекратите. Я человек профессионал. Каждый раз, когда она оборачивается, чувак закрывает глаза и просыпается уже мертвый на полу. Вот этому надо учить, по-моему, нет? Расчесочка. Я собираюсь ее всадить в глаз маньяка. К уголовному кодексу не придется обращаться. А где же продолжение? А потом после глаза можно повернуть его, ему в попу загнать эту расческу, прокрутить ее вот так сильно-сильно, чтобы задымилось. Пошел огонь. И тогда к уголовному кодексу точно не придется обращаться, потому что улики вы сразу же все сожжете. Щепотка перца, пыли или соли. Все это можно найти в женской сумочке. Брошенный в глаза преступника вынудит его отвернуться и ослепит на несколько мгновений. Возможно, у каких-то девушек найдется даже щепотка куркумы. Курма или курум. Больше всего мне нравятся вот эти переходы с девушкой, когда на нее нападают. Она просто что-то делает. Понимаете, она просто... Все, человек... Кстати, я нашел себе занятие между роликами. Сижу примерно тут вне кадра до тех пор, пока камера не включится с ног. Не всем подойдет, понимаю, любимое занятие вообще трудно искать. Облегчает, когда к нему показывают прямую дорогу. Вот чтобы сразу было понятно, чего и куда. Например, онлайн-школа контента предлагает вам прямой путь в моушн-дизайн. Творческая, в то же время технологичная профессия, которая востребована в IT, рекламе, геймдеве и много где еще. На курсе Motion Designer с нуля до про вас вкачают аж семью инструментами Motion Designer, которые заставят сделать так... Любого заказчика. 80% курса это практика создания 2D и 3D объектов, рекламных роликов, анимаций и кучи другого, чтобы с собой вы унесли полноценное портфолио. 16 работ. Также вы пройдете стажировку, чтобы в вашем резюме в поле опыт работы вы могли честно вписать... Имеется. Учить вас будут спецы своего дела, создававшие для Adidas, Яндекса, Squire и других важных бумажных клиентов. А карьерный центр школы всегда поможет вам найти работу или клиентов на фрилансе. У ребят стартует черная пятница, поэтому только в ноябре по промокоду SIBIRSKI 55% скидки и полезные подарочки. Сканируйте QR-код или кликайте ссылку в описании. Не забудьте воспользоваться бонусами от меня, чтобы путь к любимому делу стал еще доступнее. Давайте посмотрим, какие были методы самообороны в более давние времена, около 2000-х годов. Известный мастер ножевого боя Арсен Меликджанян считает, что в экстремальной ситуации женщина может владеть ножом не хуже мужчины. Э, что-то я не узнаю начало 2000-х. А где фразы из разряда «женщина в самообороне может владеть ножом не хуже, чем на кухне» и подобное. Реальность такова, что при виде ножа теряются многие мужчины. У женщин все немного иначе. Для них нож чаще всего это лишь кухонная утварь. Ну вот оно, вот, другое дело, узнаю двухтысячные. Отбило, ударило, вышибло нож, ударило в горло, но это здесь заканчивается, чудак отлетает. Понял, чудак отлетает, это самое главное, спасибо. Всего четыре легких движения. Он сейчас чувствует свое преимущество, он нож мне приставил в горло, он чувствует, что он король положения. Ну, скажем, вот я ему отнял нож, я еще начинаю его сейчас резать. Тогда он уже не король положения. Ну, например, после того, когда отняли нож, порезать ему лоб. Да, вот, например. Вот человек сидел, сидел, ему вздумалось, что тормознул машину и полез. Вот, начинает. Дура. Ну мы же понарошку показываем. За этих девушек можно уже не бояться, ведь научились работать с ножом, они гораздо быстрее мужчин. А, ну естественно, да, на кухне. Я не забыл, я помню. Вы думаете, это все, на что способны ТВ-сюжеты? У них еще в запасе много информации. Попадение на женщину может произойти где угодно. Александра, добрый день. Ага, это значит, человек тебя крадет и начинает. Александра, добрый день, я вас краду. Но водитель внезапно остановился, заблокировал двери и начал к вам приставать. Нужно ногтями стараться как можно сильнее расторапать лицо противника. Затем локтем как можно сильнее ударить несколько раз по носу, либо в подбородок, или глаз. Затем нужно вытащить ключи, выключив зажигание, и убежать. Что-то много запоминать, блин. Можно просто убежать, пожалуйста. Если все-таки вас повалили на пол, здесь прихватываем руку, ногу опрокидываем противника ногами, делаем болевой на руку, ломая тем самым руку. Ну, примерно вот так, да. Повторите. Что вы будете делать, если к вам подошел человек с ножом? Слушай, ведущий, ну ты-то истуканов не стою, помоги ей немножко, раз ты там стоишь. Или вы ведете репортажи с позиции Animal Planet или Discovery. Многие специалисты рекомендуют девушкам носить с собой электрошокер и бествольный пистолет ОСА. Вот мы и подобрались, так сказать, к самооборонецому виду самообороны. Носите валыну с собой. Если произошел захват, подождаем сейчас захват электрошокера и мы убегаем. Если преследование продолжается, стреляем из нас в корпус и убегаем. Ну, надеюсь, ведущего об этом предупредили. У вас на дороге вырос незнакомец, который не дает вам пройти. Ударяем колено в порт, проталкиваем, убегаем. Но он же прямо на твоих глазах вырос, как родной уже. У них никаких нету, что ли, сентиментальных у тебя чувств. Следующий милый утренний сюжет по женской самообороне. Он даже называется утренний сюжет. Перцовый баллончик, отвертка, ножик. Как вы поняли, она работает учителем в политехе. Можно отправляться гулять по темным переулкам. Вот этого не стоит делать ни при каких обстоятельствах. Неосвещенных подъездов, лифтов. Неосвещенные подъезды стоит избегать. А если я там живу? Неосвещенный лифт? Неосвещенный лифт, он в принципе далеко не уедет. Он не освещен по какой-то причине, догадайтесь, по какой. Лучше выбирать пусть и более длинный, но более безопасный маршрут. Ну, например, заранее, перед выходом на работу, скиньте со своего окна веревочную лестницу. Если вы стоите близко, пробиваете колено в пах и толкаете его на второго нападающего. Легко вот таким движением толкаете одного в другого и как бы создается эффект домино. Значит, первый нападающий падает на второго, второй падает на третьего. И они так вот все 250 человек вплоть до 10 этажа падают, понимаете? И убегаете. Мне нравится, как он изобразил убегание. Обидно, когда человек лишается всех денег разом только потому, что не распределяет их по разным местам, а складывает все в одну сумку. Слушайте, вот это действительно золотое годное подмечание. Ну, я возвращаюсь с работы. Эй, отдай сумку! Нет, отдай! Ох, придурок! Он еще не знает, что у меня все по разным местам. Паспорт здесь, ключи тут, деньги вот здесь. А то, что он забрал, это всего лишь моя отдельная сумка с памятными фотографиями родителей. Следующий ролик учит вас использовать психологический террор в отношении нападающих. Проект А.Мазон.К представляет. Пришла весна. Террор начинается даже в отношении зрителя. Ролик начинается просто с середины предложения и не дается никакого контекста. Что не может не радовать? А, пришла весна. И это не может не радовать, но есть обратная сторона медали. При виде нас, неотразимых, активизируются всякого рода козлы, сексуально озабоченные неудачники и лузеры. Не, ну а кто тебя просит нанимать их в оператора? Расскажи. Оператор, ну будешь меня снимать? Да, да, да. Рассмотрим вариант, когда по каким-либо причинам вы в одиночку возвращаетесь с вечеринки или электрички. Какой большой разброс. Сразу вечеринка или электричка. А где-то вот в промежутке подходит вариант, например, просто с метро домой. Это почти электричка, почти вечеринка, особенно если вечером. Понял. Это на случай, если вы возвращаетесь с вечеринки в аномальной зоне. Поворачиваетесь к преследователю и говорите, иди своей дорогой, сталкер. Если на вас дорогие украшения. Ну или в моем случае доктеги моих павших товарищей, которые служат напоминанием о Вьетнаме. То снимать их или прикрывать одежды поздняк, это надо было делать раньше. Нужно прибегнуть в психологической защите. Достаньте свою мобилку. Прибавьте громкость на полную и включите на ютубе видео под названием «Звуки пердежей 10 часов». И наслаждайтесь одинокой прогулкой до дома. И уверенным голосом делайте вид, что говорите со своим мужем или другом. Алло, Леха, за мной походу идет маньяк. А, это ты? Любимый, ты меня встречаешь? А ты меня видишь? А я тебя нет. Ну вот и все, здесь ты проиграла психологическую гонку. Слушай, а возьми на поводок буча, чтобы не покусал, как в прошлый раз. А тут, тут, прохожие. Здесь возможна импровизация. Главное, уверенность в своих действиях. Ну импровизация, это мое, я могу гораздо убедительнее сделать на самом деле. Снайпер на позиции, цель в 10 метрах позади меня. Навелся? Если цель не развернется в течение 5 секунд, готовься стрелять. И собаку на поводок возьми. Если у вас нет мобилок, можно разговаривать с пудреницей. Спачкать сигарет. Очень важно это делать естественно. Ну тут согласен, когда телефона нет, в принципе подойдет любая вещь. Почти. Блин, я забыл телефон дома. Что делать? Остается только один вариант. Алло, дорогая. Спасибо большое за такой прекрасный телефон-раскладушку. Очень современный, очень большой экран, мне нравится. Ты уже встречаешь меня, чтобы мы отметили этот классный подарок? Спасибо. После такого диалога потенциальный нападающий, скорее всего, сделает вид, что направляется на свои дела или просто ориентируется. Ну, скорее всего, конечно. А также, скорее всего, не факт. Как я уже говорил, да, самооборону, женскую самооборону тоже любят тренировать в особых ситуациях. Женский семинар по самообороне в транспорте. Мне интересно, в какой ситуации, да, это может быть полезно. В случае, если вы деретесь за последнее сидячее место в час пик, да? Если зашли контролеры, а ты не купил билет и надо как-то выкручиваться, а точнее выкручивать кадыки контролером. Ну или, в конце концов... Еще немного нестандартных техник. Пустите! Как защищаться при захватах? Все, что твоя рука находит, отрываешь, жвешь, скручиваешь. Словят, я считал, довольно логично. Манера речи тренера помогает усваиваться информацией гораздо быстрее. Возьми яблочко. Сломай его руками. Не получается. Отлично. Отлично. Не тот результат я ожидал, но пойдет. Отлично. При необходимости милая улыбка, воздушный поцелуй тебе, я взял все, что ты хочешь. Хватаешь его где можно и развиваешь. Это аналог вот этого жеста, только более убедительный. Единственный минус этого способа в том, что нужно с собой носить минимум пару яблок. Когда ты берешь мишень, она должна стать для тебя мягкой. Твоя рука перестает быть реально твоей рукой, она становится лапой тигр. Что-то подобное я уже слышал. Начинаю. Почему что? Дерево. Я мягкий. Не могу вспомнить где. Представь сейчас, что ты не человек. Скажи, что яблоко мягкое. Яблоко мягкое. Мои пальцы сожмут его сейчас. Мои пальцы сожмут его сейчас. И оно пройдет через мои пальцы. И оно пройдет через мои пальцы. Яблоко, оно мягкое для меня. Яблоко, оно мягкое для меня. Тренер на самом деле прекрасно мотивирует. Мне очень нравится его подача. Давай, порви это яблоко, ты способна на это. Ты цигрица, львица моя. Ты сучка, давай, порви его нафиг. Я могу вырвать любую мишень. Я могу порвать любую мишень. Он сказал вырвать. Ты деньги зря заплатил, 50 тысяч долларов свои потратил. Отлично, теперь закрой глаза. Когда я скажу 3, резким движением, панзи и пальцы, разорвет яблоко на счет 3. Скажи про себя, про себя. Я могу это сделать. 1. Скажи, я это сделаю. Я не сделаю. Про себя. Слушай, ты можешь чуть пораньше тренер давать как бы инструкции про себя говорить? Нет, а то ты уже спелл сбил раза 2. Или оно просто не имеет значения. 3. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. А теперь сожри это яблоко. Представь, что это внутренности твоего врага. Сделай это на камеру, пожалуйста. Мне чисто для себя. Пустите. Во многих видео по самообороне очень любят тренировать движения под определенные ситуации, как в танце. Использование шарфа и сумочки для самообороны. Именно шарфа. То есть все остальное они уже оттренировали. С тубусом, шляпа с пером. Вот он шарф, модный полиган. Я попробую? Конечно, давайте. Если вдруг на меня кто-то нападет в шарфе. Она сама подмечает нелепость этого. Если вдруг вы ожидаете, что на вас нападет человек подобного типа. Я вас не уничтожу. Ну, девушки обычно бывают, так сказать, если у них нет шарфа, то у них точно есть сумочка. Да, сумочку мы тоже подготовили. Мне даже интересно, что мы будем делать с сумочкой. Согласен. Пример с сумочкой чуть больше приближен к реальности, да? Мешоку мы так же накидываем. Вот это отличный прием. Прием экономии времени. Он у вас хочет сумку отобрать. Ну, вы накиньте человеку сумку. Пусть идет по делам. Вам и в полицию еще надо идти. Как бы путь не близкий. Ну что же, мне все понятно, лучше я буду сидеть дома до тех пор, пока мои руки не заживут. И после этого тоже продолжу сидеть дома. Потому что, оказывается, бывают такие самообороняющиеся люди, которые нападают на тебя, даже не будучи уверенными, что ты нападаешь на них. Подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайк. На этом мой рабочий день окончен. Вебшпион. Закончил.